Боярин Грязной в тяжелом раздумье. Он полюбил Марфу, но она просватана за Ивана Лыкова. Чтобы забыться, Грязной устраивает пирушку. Приходят гости, среди них Лыков. Историческая драма оживает на наших глазах. Игра в Никола, а сегодня она, что любовь дорогая. Впервые опера была показана в Москве в 1899 году и пользовалась невероятной популярностью. Однако за несколько десятилетий претерпела столько серьезных изменений, что сегодня мало кому известно, какой ее предполагал сам автор. Постановщики во Владивостоке попытались воссоздать знаменитую оперу такой, какой ее видел римский Корсаков. Певцы стали гнуть его под себя, дирижеры пошли за певцами, режиссеры пошли за дирижеры. И так вот эта порочная цепочка, к сожалению, во многом генеральную идею Римского-Корсского в этой опере утонула. И я думаю, что наша первостепенная задача была, в общем, думаю, что мы ее осуществили. Вы как служители ведете и это увидите. Мы вернулись ко всем терминам Римского-Корсского. То есть так, как он хотел служить эту оперу. В опере бушуют живые человеческие страсти, она полна драматизма и сильных эмоций. Авторы приморской постановки попытались достать оперу из-под руин этакой державной эпичности и сделать ее современной, близкой и понятной зрителю. Похожий подход был и к созданию костюмов. Если я хотел в сценографии, в костюмах, оставив, в общем-то, особенно в костюмах, это видно, оставив какие-то основные вещи, которые дают аромат эпохи, какие-то ассоциативные какие-то подробности, при этом очистить от лишних узоров, от лишних цветов. Потому что русский костюм того времени очень нарядный. И если, например, малюта Скурата будет цветном, ярком, желто-красно-золотом костюме, это не будет подчеркивать его образ страшного убийцы. История Марфы Собакиной, третьей, самой загадочной жены Ивана Грозного, по мнению создателей оперы, никогда не перестанет привлекать зрителей. Третья жена Ивана Грозного. Вот это вот странная ситуация, сложившаяся с этой молоденькой 16-летней девочкой. Что это за ситуация? До сих пор никто не знает. Сорокалетний царь, несчастный в первом браке, несчастный в втором браке, решил, наконец, как Карамзин пишет. Карамзин пишет, мучаясь в стром, да, как бы, да, скучая, да, в стром, все, и решил надо жениться. Выбрал из двух тысяч девочек, он выбрал вот эту вот девочку. Решил на ней жениться. Красавица. Дальше все становится непонятно. История любви, ревности, убийства, где в ход идут приворотное зелье и яд. Настоящий детектив. Времен Ивана Грозного с элементами романа, фэнтези и ужасов можно посмотреть в эти дни на приморской сцене Мариинского театра. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.